Альметьевский десант совместно с поисковыми отрядами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нурлаты, Верхнеусловского района вели поисковые работы на территории Невского пятачка Кировского района Ленинградской области. Там в 1941-1943 годы проходили ожесточенные бои по прорыву блокады Ленинграда. Во время раскопок поисковики подняли останки 25 воинов-красноармейцев. Двое из них были опознаны. Мы приехали туда, чтобы посмотреть, оценить, сделать такую разведку для дальнейших наших экспедиций, для дальнейшей возможности наших экспедиций по этим местам. Разведочные полевые выходы Альметьевский отряд провел на территории Новосокольнического и Лакнянского районов. Разведка проходила совместно с членами отряда поиска из города Новосокольники. Место выбрано не случайно. Здесь в июле 1941 года удерживала оборону 23-я стрелковая дивизия. Шесть уроженцев Татарстана были опознаны. Двое захоронены в поселке Вяз Новосокольнического района. Остальных четверых забрали русники и перезахоронили на территории Республики Татарстан. Чудом уцелевшие медальоны двух татарстанских красноармейцев передали Альметьевскому десанту. Они, в свою очередь, планируют передать их в Кривеческий музей. На месте захоронения мы тоже планируем при наличии средств сделать памятник именно нашим татарстанским бойцам в поселке Вяз Новосокольнического района. Во время поездки Альметьевскому отряду удалось найти экспонаты 1941 года. Это диск пулемета Дегтярева, короб для хранения дисков, немецкая каска, лопатка, посуда и многое другое. Альметьевский десант планирует вернуться на землю Новосокольников, чтобы продолжить работу по поиску останков альметьевских бойцов. Полина Сураева, Эдор Калинкин. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24.